8 лет назад Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособранадзор первый раз предложила родителям школьников попробовать самим сдать единый государственный экзамен. Точно так же, как это делают 11-классники. Акция понравилась и с тех пор проводится ежегодно по всей стране. Акция очень полезная и проходит она во всех школах городского округа Щелково. В каждой школе приходят родители и пробуют себя в сдаче ЕГЭ по определенному предмету. Практически каждый второй родитель захотел принять участие в этой акции. В этот раз участникам дня сдачи ЕГЭ родителями было предложено проверить свои знания по истории. Слишком возросла сегодня важность знания этого предмета. На центральной площадке акции, которой стала школа номер 12 имени Чкалова, сдавали не только родители выпускников, но и почетные гости, которые не только космонавт, прокурор или предприниматель, но и сами родители. Они прошли в точности ту же процедуру, которую проходят учащиеся. От регистрации и сдачи личных вещей до заполнения экзаменационных бланков. Уважаемые участники экзамена, Сегодня вы сдаете экзамен по истории в форме ЕГЭ с использованием технологии печати, полных комплектов экзаменационных материалов в аудиториях ППМ. Вы родитель, и вашему ребенку скоро предстоит сдавать единый госэкзамен. Вы волнуетесь не меньше него, потому что в ваше время такого не было. Чтобы понять и прочувствовать на себе, что предстоит вашему выпускнику, и проводится акция пробной сдачи ЕГЭ родителями. Работу родители пишут в сокращенном формате, однако задания аналогичны тем, которые получат на экзамене 11-классники. ЕГЭ для родителей рассчитан на 40 минут, но все участники справились даже быстрее. Честно признаться, ощутил себя школьником, 11-классником. Действительно, даже, казалось бы, такое пробное мероприятие, не влияющее на мое будущее, тем не менее, сегодня заставило так волноваться немножечко. Я представляю эмоции детей, которые под грузом вот такой ответственности пишут этот экзамен. Очень полезно. Родители, мне кажется, лучше получат представление о том, с чем дети сталкиваются, как их подготовить к этому. И, в общем, наверное, будут понимать процедуру ЕГЭ не из статей газетных и журнальных, а вот непосредственно из процедуры. Школьные знания нужны всегда, и после таких акций хочется повторить пройденное, и русские, и истории, и другие предметы. И после таких акций понимаешь, что все-таки и родители, и образовательная организация в одинаковой степени отвечают за получение детьми образования. Это очень полезно, прежде всего, для родителей. По окончании экзамена в школе состоялась пресс-конференция, на которой почетные гости и представители Комитета по образованию обсудили с другими участниками акции разные вопросы, связанные с ЕГЭ, в том числе заявленную недавно в послании президента возможность его пересдачи. Познакомились с тем, как работает система видеонаблюдения, которой помогает искусственный интеллект. У меня подрастает старший сын, он учится в этой школе, и я понимаю, что ему ЕГЭ сдавать никогда его не отменят в ближайшей перспективе. И сегодня я понял, что ничего в этом страшного, с высоты прожитых лет уже и нет. Тем более, в первую часть, если ты знаешь теоретические знания, там я ответил, уверен, что правильно 100 из 100. В этом году в городском округе Щелково 870 11-классников. Вместе с родителями, которые теперь тоже знают, что такое ЕГЭ, подготовиться к выпускным испытаниям будет проще и спокойнее. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.